Всем добрый день! Здравствуйте! Я приветствую вас на своём канале и продолжаю свои прогулки по Москве. В начале своего этого видео я бы хотела обратиться к своим подписчикам. Возможно, кто-то недавно на моём канале подписался или смотрит мой канал. Возможно, кто-то не знает, кто я и что я, потому что здесь вот мне поступили комментарии очень такие развернутые, очень прям вот видно, что человек писал от души по поводу того, что я не так говорю, не так произношу, не так ставлю ударение, у меня хрипит голос. Я сразу хочу обратиться ещё раз ко всем, кто, возможно, меня не знает. Меня зовут Юлия. Я родилась и выросла в замечательном, самым лучшем для меня городе, городе Баку. Я по национальности русская, у меня семья военных. Мой дедушка капитан первого ранга, мой отчим тоже военный. То есть я родилась и выросла в таком замечательном городе и жила в таком военном районе этого города. И, собственно говоря, когда так случилось, что союз распался, с величайшим сожалению, с болью до сих пор, эта боль не проходит, никогда бы я не уехала оттуда. Но так случилось, что не по моей вине, а по вине нашего правительства, некоторых людей и вообще по обстоятельствам, я вынуждена была переехать в Россию. И так случилось, что это оказалась Москва, хотя даже в страшном сне мне это не снилось. Но уж так случилось и случилось, я оказалась в Москве. И это я рассказываю для тех, кто пишет о том, что у меня акцент не тот, говор не тот, разговариваю я не так. Ну вот, извините, вот как умею, так и разговариваю. Я закончила Институт русского языка и литературы, факультет русского языка и литературы, педагог, учитель. То есть как бы со словообразованием я знакома, ударение я, в общем-то, в целом ставлю правильно. Конечно, если я не знаю какого-либо слова, но бывает, мы же все не семипяди, правда, то я, возможно, где-то ошибаюсь. Я это обычно признаю. Поэтому, пожалуйста, вы знаете, я снимаю иногда для вас видео в такую холодную морозную погоду. Да, возможно, у меня немножечко, у меня несколько дней болело сильно горло, но у меня охрип голос. Я не могла ничего записывать, не могла говорить. Как только более-менее я смогла озвучить видео, я стала их озвучивать. Но кому-то и это тоже не нравится. Поэтому тут на всех не угодишь. Просто хотелось бы сказать еще о том, что я не являюсь экскурсоводом. Я не вожу никакие экскурсии, ни в заряде, ни как бы то ни было еще. Вообще, я не претендую на роль гида, поэтому этот канал – это мое хобби. Который я начала снимать в 2019 году, эти видео, завела свой канал. И последние полтора года он очень мне помогает в моей сложной жизненной ситуации. И поэтому я продолжаю его вести, с большим удовольствием это делаю. И мне это самой нравится. И, собственно, почему бы не поделиться с вами, если я где-то что-то у меня получается увидеть. По-моему, ничего плохого в этом нет. Поэтому я прошу людей, которые настолько сильно переживают за русский язык, за ударение в русский язык. Я, дорогие мои, все с этим в порядке, соблюдаю, стараюсь не делать ошибок. Так что прошу прощения у всех, чьи нежные чувства я задела, неверно озвучив в своем видео про Смоленск, сад. Я назвала его Блонье, на самом деле правильно, Блонье. Вот искренне прошу вас прощения, потому что кто-то прям не может жить вот из-за этого ударения. Ну да, виновата, каюсь. Я надеюсь, что этими словами я закончу все подобные высказывания в мой адрес. Мне бы не хотелось. И дальше это все как бы выслушивать, вычитывать и так далее. Ну, а теперь давайте о сегодняшнем видео. Вы знаете, я достаточно много снимала. У меня практически весь центр Москвы, да не только центр Москвы, на канале уже есть. В некоторые места я ездила два раза. Я не очень люблю снимать одно и то же. То есть идти вот тупо по усадьбам или там по паркам, только парки, только усадьбы, только скверы, только памятники и так далее. Мне нравится разная архитектура. И вот наступил момент, когда я просто не знала уже, куда, что, где мне кажется самой посмотреть, что интересного поснимать. И здесь на помощь пришла Аня, канал «Самозанятая мама», с которой мы вместе ездили и в Смоленск, и в Калининград, и здесь встречались. Мы общаемся довольно близко, тесно каждый день переписываемся. И она мне подкинула такую идею, что в Перово есть немецкий городок советских, ну, таким, послевоенных времен, когда еще московское жилье было малоэтажным. И скинула мне ссылку. И вот я решила туда поехать и поснимать для вас немножечко, на самом деле, эти дома. Мне самой стало интересно. Ну, как вы знаете, район Перово находится на востоке Москвы. И, как и многие другие районы столицы, новые уже, да, которыми столица обросла, он когда-то был, Перово когда-то было поселком. Потом рядом с ним протянули железные дороги до Владимира и Рязани. Таким образом, прежде такая сонная сельская местность стала развиваться, стали появляться предприятия. На месте лесов строились дачи состоятельных горожан. И растущее население получило городской статус в 1925 году. Сегодня даже трудно себе это представить, но некоторое время Перово было отдельным городом. Точно так же, как и Тушино, и Люблино, и Кунцево, и Бабушкин тоже был городом, который превратился потом в район Бабушкина. Возможно, в незалеком будущем жители Москвы будут воспринимать мытищи, реутов или мои любимые котельники как неотъемлемую часть столицы и удивляться осознанию того, что еще недавно они были отдельными городами. Ну, поживем-увидим. Итак, в 1938 году в состав Перово вошел город Кусково. В это тоже сложно поверить, но улицы и дома того городка находились на месте поросших лесом просторов современного Кусковского парка. В наше время там уже ничего не напоминает о старой застройке. Ее снос был завершен в начале 70-х годов. Кроме Кусково в Перово вошло село Карачарова, а также дачные поселки Новодерево и Плющево. Опять же, может быть, Плющево. Я прошу прощения. Несмотря на солидный статус, облик Перово долгое время был совершенно не городским. Основу жилого фонда составляли деревянные дома, и лишь после войны было развернуто массовое каменное строительство. Малоэтажные дома, послевоенные постройки у нас любят называть немецкими. Даже если они были возведены при Хрущеве, когда практически уже никаких пленных в СССР не было. Следуя этой моде, остатки сталинской застройки в районе пересечения 1-й Владимирской улицы и Зеленого проспекта тоже зовут немецким городком. Хотя над этими домами действительно могли работать пленные немцы. Среди местных детворы была популярна легенда о том, что немцы не просто возводили, а еще и проектировали местные постройки. И что при взгляде с самолета контуры нового района формируют очертания огромной свастики. Разумеется, дети заблуждались, ведь на самом деле авторами проекта были архитекторы из мастерской Ивана Жалтовского. Ими была предложена концепция города-сада с эстетически привлекательными малоэтажными домами, окруженными зелеными наслаждениями и оснащенными всей необходимой инфраструктурой в шаговой доступности. Если от станции метро Перова пройтись по Зеленому проспекту по направлению в центр Москвы, через сотню метров взгляд зацепится за вот это чудесное творение послевоенных зодчих. Красивый дом, ничего не скажешь. И на самом деле цепляет взгляд. Это здание построено в 1950 году и оснащено всем спектром архитектурных излишеств, вроде балконов, ну, словно они сюда были перенесены из старинных городов Италии. Или окна нестандартной формы. Здесь также уютный дворик. Раньше в округе Перова существовало несколько десятков немецких домов, но почти все они были подлощены массовой многоэтажной застройкой. К сожалению, да, вот такие дома сносятся. Ну, что поделаешь, веяние времени. Но все-таки хотелось бы, чтобы вот такие домики все-таки сохранялись, потому что это своего рода такой колорит города. И вот этот вот домик как раз вот яркий представитель. Вот его видно вот так вот, если издалека на него посмотреть. Вот рядышком еще один домик. Ну, их тут, здесь несколько таких немецких домиков. Вот как раз такая вот типичная малоэтажная застройка Перова. А на противоположной стороне проспекта слегка затерялась такая стоматологическая, ныне стоматологическая клиника с такой большой обширной прогулочной террасой на верхнем этаже. Тоже один из так называемых немецких домов. И со стороны оживленной улицы также стоят красивые заборы, которые воспринимаются как часть городского колорита. Вот на этом домике сегодня я прерву свой рассказ о немецких домиках Перова Поля или Перова. Раньше это было Перова Поля. И я продолжу свой рассказ в своем следующем видео. Вы можете еще немножко полюбоваться на вот это красивое здание с обширной террасой, нынешний медицинский центр. Ну, а дальше я вам расскажу в следующий раз. Всем большое-большое спасибо за просмотр. Я жду вас всех на своем канале. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Я надеюсь, что мы и дальше будем вместе с вами гулять по Москве. Всем спасибо. До свидания. Будьте здоровы.